Данное видео созданное в развлекательных целях, все показанное сегодня по игре в Рыбе. Трээээ, а мне семечек, а мне. Рыбитушечки, вы знаете, почему я сейчас такой чистый? Да потому что я в Москве, и приехал туда, где вот это Москва-Сити находится. Я посмотрел вот эти вот все конкретные небоскребы, ну, мне не особо понравилось. Самое интересное это то, что я найду в помоечках у ребятки, я надеюсь, что находки будут топовые. Не зря же Москва славится столицей, а это значит, что в Москве должны быть самые топовые в России находки. Поэтому усаживайтесь поудобнее, это видео, где я вам покажу, что можно найти в помойках города Москвы, и сколько можно на этом всем заработать. Ребятушечки, это первая кормилица в Москве, мы живем вот в том дворе. И выходим на маршрут, изучаем местность, для того, чтобы проложить маршрут, и все время по нему ходить. Дима уже разрывает пакет в надежде найти пару айфонов. Но я думаю, что я его сейчас опередю. Опередю тебя, Дима, опередю. Слышишь? Думаю, надо зарубиться. Давай с тобой, зарубаемся. Кто первый находку находит, тот сегодня покупает всем по шоколадке. С тобой зарубаемся. Кто первый из нас найдет что-то нормальное, Дим? Вот это реально новая для нас территория. Ну ты тут ройся. Я пошел, ребятушечки, свежачок брать. Пошла жара. Как тут завалено, блин? По шоколадке что нашел? А там рако сладкое. О, нифига, ну это ж не техника, Дим. Ну ладно, окей. Куплю я вам всем по шоколадке. Нифига себе. Творожная запеканка с черникой. Издельная кулинарная до 24 февраля. А сейчас уже март. А можно взять сырнички творожные. Вот, до 24 февраля. Ммм, по запаху они сладенькие. Ребят, вот это все возьму. Так, а что за блинчики с творогом? Ну, в принципе, творогу ничего не должно быть. До 23 февраля годно. Вот по скидке пытались продать, но не смогли. А это что такое? Ролл. А, ну вот это уже с мясом. Не, вот это вот я не буду брать. Так, вот еще творожная запеканка. Я ее возьму. О, сметанка. Срок годности 6 суток. Ну, тоже можно взять. А не, она, видно по консистенции, что пропала. Чисто творожные массы возьмем. Смотрите, у ребятки, как помоечка кормит московская. Че там, Дим? О, коньки нашел. А, смотри, они кушать хотят. Да и сейчас не сезон. Брать на продажу, блин, не будем. Берем самое ценное, что можно в интернете продать. Потому что не знаю, где тут местная барахолка. Думаю, на нее у нас времени не будет. Будем брать, ребят, еду, одежду топовую. И все самое вкусное. Ну и самое крутое. Я имею в виду техника какая-то, которая именно нам пригодится. И что можно продать? Мебель какая-то стоит. О, сытные памперсы тут припрятали. Че там, Дим? Ничего нет? Идем дальше? Пойдем дальше, ребят. Оу, ес, вторая помойка Москвы, ребятки. Ты че? Лапти пропустил. О, так, о, выдув. Вы нас хаты? Так, ладно, я пока лапти оценю. Че за бренд? Джок какой-то, 35 размер. Ну, они треснутые. Такое. О, еще обувь. Не, ну, шляпа заношенная. О, уги теплые. Так, но это мы не берем. Если только для себя. Кстати, мне обувь нужна. Потому что я в своих чистых кроссовках, которые покупал, блин, я просто с собой не смог обувь взять для помоек. Куртку вот взял из Питера, штаны для помойки взял, а обувь не влезла. Чемодан. Да как так-то? Москва, как так-то? Ладно, идем дальше. О, ребят, усички, третья кормилица. Их, кстати, вывозили, походу, недавно. Мусора особо нет. А вот тут, кстати, может, пупырка. Да, были бы в Питере, я бы ее забрал для упаковки посылок каких-то. Какая-то баночка косметики какой-то. О, зацените, ребят, на мотоблоке херячит чувак. Не думал, что в Москве увижу кого-то на мотоблоке. Вроде не деревня. Хотя можно сказать, что это большая гипердеревня. Так и четвертая кормилица. Полная. Нифига. Дима, как заряженный, а? Ты посмотри, какой расхититель. О, еда. Иди сюда. Наполеон Бонапарт. Хочешь, Дим? О, тут чего? О, нифига себе. Смотри, сколько косметики. Ребятки, зацените. Мелебаси. Вот какая-то тень. Давай сюда возьмем. Ну, неплохо, ребят. Это косметика. Я не знаю, сколько она стоит, но уже неплохо. Уже новая она полностью. Уже начало есть более-менее нормальных находок. О, май. Она хотя бы подзавалена. Это уже вроде пятая помойка Москвы. Мы, кстати, ограничены в финансовом плане сейчас. Поэтому мы сырников до этого набрали в пакете. Будем сейчас еще еды собирать. Чтоб братву мою помоечка кормила. И Колю, и Диму, и Филиппа нам сейчас еда тоже важна. Чтоб не покупать. Потому что помойка, она кормит, ребятки. О, нормально. Тефаль Атлантис. Весы напольные. Ну так по виду целые. Батарейка есть? Нету. Может даже батарейку ставить и будут рабочие. Я не знаю, будем брать, нет? А что, такие за три сотки отлетят на продажу. Отложу пока. Весы Тефаль, блин. Я думаю, надо брать. А вот, видишь, другие Тефаль. Видимо, может они сломались. Новые купили, а старые выкинули. Ну все, идем дальше. Берем весы. Тут ничего не нашли, кроме весов. Пойдет, что. Ребятушечки. Седьмая где-то кормилица. Мы уже сумку находками набиваем. О, мед. Нифига себе, засахарившийся мед. Оставим бомжам. Ковер с клопами. Да. О, а бывает. А это что? Яндекс.Такси. Нифига себе. Что это? Подголовник какой-то интересный. Яндекс.Такси, смотрите, маркированный. О, топовая поисковая кочерга. Надо примотать на палку этот каблук. Обалдеть. О, смотрите, ребят, как удобно. Ну, в целом, вроде, неплохая кормилица. Какой? А, ни хера, не знаю. Что, тяжелая? Смотрите, это Алиэкспресс. Алиэкспресс. А что она? Капец, она тяжелая. Ребята, она огромная и тяжелая. Сколько весит? Килограмм десятка, как минимум. Да ну нахер. Слушай, мне кажется, я знаю, что там. Я тоже уже допираю, ебать. Что там, Дим? Там, блядь, силиконовая кукла, походу, опять. Сейчас проверим. Блядь. Да? Да ну нахер. Не-не-не, подожди, а как мы ее понесем? Стой. Если ты ее раскроешь, это будет жопа. Ребят, походу, это реально она. Дай я палец засуну. Да, ребят, тупо, тупо мягкая силиконовая кукла. Ребят, напоминаю, что я такую же находил. Это, ребят, реально классика на помойке. Мэйден чайна. Это уже третья силиконовая кукла за всю мою жизнь. Можете посмотреть. У меня есть два видео на канале с такими куклами. И последнее видео, где я нашел такую куклу. Кстати, она стоит примерно 1200. Короче, вот здесь посмотрите, кто не видел. Мы ее, я не знаю, сейчас как потащим домой как-то. На такси, наверное, или хз в руках, может попрем. Но это круто. Мне как раз будет сегодня с кем переночевать. Вот это пушечка, ребят. Как ее в Питер отправлять с деком каким-то. Но это прям балдеж. Потащили как-то домой. Будем ее отмывать и осматривать. Капец тяжелая. Это она еще, наверное, с руками и ногами. Высокая. У кого-то сегодня будет, ребят. Пропердолинг, да, Дим? Да. Дима счастливый. Да и я тоже. Нормально, Дим. Устроим тройничок. Помойка дарит секс, ребятушечки. Короче, сейчас придем домой. Мы ее распечатаем. Я вам покажу. Ну, отличный повод, кстати, домой пойти сейчас. А то что-то мы устали ползать по помойкам. Ничего топового нет, и тут на тебе. Вот такая красотка. Ребят, мы на хате, короче. Дим, бери нож. Сейчас будем делать анбоксинг. Кстати, могу вам побыреку квартиру показать, которую мы тут сняли. Тут три комнаты. И самое крутое, что здесь есть Николай и Дима. И есть еще здесь джакузи. Прям пушка. Дима! Еще? Кстати, зефир с помоечки. Давай делать уже анбоксинг. Я уже не могу дождаться. Я хочу увидеть вот эту беберочку. Вот с этой стороны открывай. Ребят, если там будет жесткая цензура, ну, как бы продолжение увидите у меня в Телеграме. А мы погнали ее отмывать и приводить в нормальный вид. По-моему, мы ее еще подснимем, я вам покажу. Дим, давай на Цуэфа, кто сегодня ее будет пердолить. Цуэфа. Опа. Давай с тобой, Колян. Цуэфа. Значит, это... Значит, ты первый. Кто? Что, я? Ты первый, да. Почему я? Ну, просто ты сейчас меня выиграл. А он что? А он проиграл. И он какой? Он последний. Я второй. А, понятно. Ну, хорошо, все, начинаем. Помоем и начинаем. Ребят, процесс моечки уже идет полным ходом. Сейчас отмоем. Губы ей, конечно, надо поднакрасить. Жесть. Все в помойке только не найдешь. Я же не зря, ребятки, говорил, что помоечка секс дарит. Вот он, ребятки, вот он секс, вот. Вот так, ребят, надо вымывать находочку с помоечки. Вот эту сексапильную крошку. Вот она. Ля, ребятки, ля. Вот какая, вот. Ну, рот у нее адекватный. Я думаю, он самый чистый из всех остальных отверстий. Дим, что? Кто первый? Давай ты. Почему я? Давай ты первый заразишься ее прошлым владельцем. Давай на Цуефа. Цуефа? Ты первый. Ты проиграл? Понимаю. Принимаю. Ну, все, таз, выходим, закрываем дверь. Все, ребят, Диме не будем мешать. Пусть развлекается, ведь помоечка дарит секс. Какой секс? Безголовый. Да, у нее, кстати, почему-то голова не держится. Но это не проблема. У нее еще вот здесь есть как бы дылочки все. Ну, вы поняли. Ну, да. Кстати, куда ты идешь? На помойку. Зачем? За смазкой. Мы реально, ну, находили писюн, там была в комплекте смазка, и она как раз сейчас будет очень сильно актуальна. Дима пришел с аптеки. Угу. А смазка? Все, без нее будешь? Она там, а не вроде, со смазкой. Ну, что, Дим, как? Дарваль, да. Ну, она достаточно мерзкая. Она холодная, во-первых. Долго не смог. Ничего сильного не вышло. Я понял. Ну, ты пять минут тут сидел. Так, что там оказалось внутри? Вон туда ногти, Коля, напихал, короче. Я туда пальцем засовываю. И что? А там, чувствую, ногти, такое ощущение, какая-то хуйня. Ногти вот эти с пальцев он засунул ей. Вот они, вот они. Вот они. Капец. Он туда засунул. Учего специально вот так, прям посередине. Ммм. Так. Чё там? Нихера тут шмотки. А чё за бренды? Бойони, Хьюгу. Да ну нахер. Во, падлы. Сука. Ну, зачем это делать? Хьюгу Босс. Что? Порезанная. Вот падлы. Тоже порвали штаны. А штаны какого бренда? Наверное, тоже. Массино Дути. Конечно, дорогие, блин. А чё? Всю шмотки. Каждую шмотку порезали, порвали, да? Ребят, Зара вот закрылась же, говорят. Тут ни себе, ни людям. Я думал, блин, нифига, это найковская футболка. Найк, ребят, топовый. Но взяли, порезали ножом. Типа, если носишь за мной, донашивая, что? Учись зашивать. Я не для тебя покупала. Или как там, сука? А чё у тебя бренд дорогой, наверное, какой-то был? Его разорвали все равно. Вот какая-то футболка. А ботинки как испортили. Да ты посмотри. А чё? Ребят, ботинки, смотрите, какие топовые. Красивые. Взяли, порезали вот так, кожаные. Албионы. Написал. Бренд Албионы. Даже шапку, блин, порезали. Конгол какой-то. Конгол. Кельвин Кляйн оригинальный. Да ну нахер. Кельвин Кляйн джинс. Да, наверное, оригинальная. Вот ботинки какие-то порезали. Порезали. Жесть, ребят, сотри эти. Новые носки. Супер степ взяли вот так, порезали. И выкинули. О, Гуччи. Целый. Сука, твари, порезали. Ну это ещё, да. Интересно, оригинальный шарф Гуччи или нет? Штаны империо армяне, ребят. Ну, короче, жесть. Вот Джако какой-то. Ага, жесть. Шорты Джако. Вот, Джако. Джейкоб. Джако. Смотри. Макосин какой-то. Наверное, тоже дорогой. ТБС бренд. ХЗ. Ну, вроде кожа. Короче, пошли они нахер, блин. Только настроение испортили, падлы. Оставили нас без одежды брендовой. О, у меня вынос с хаты. Нихера себе. Там техника. Смотри, блок питания какой-то. Стой, стой, стой. Давай. Пакет, да. Просто тут баки переполнены. Их даже не... Ой, тут баки пустые, даже не разорвать. Давай его высыпем. Давай, короче, мы вот здесь высыпем и всё осмотрим, что там в пакете. Аккуратно. У тебя всё мусоришь ты. Капец там техники, ребят. Давай высыпаем. Чё ты рвёшь-то зачем? Высыпем и всё. Блин, мы как дикари. Я уже, блин, хочу чё-то... Барсетка. Блок питания. О, корочка какая-то. А, это обложка на паспорт. Я подумал, это, ну, какая-то ксива. Медали. Охренеть, сколько медалей. Что? Тяжёлая? Охренеть. Чё-то тут есть, походу. Да ну там... Неплохо. Да ну нахер. Айфончик. Шестой или какой-то? 6С. Странно, он какой-то в каких-то стразах. Охренеть. Смотри, нормальное состояние, Дим. Капец, блин, нихерово нам так повезло. Ребят, сейчас все баки повывозили. Мы думали, вообще нихера не найдём. Есть там чё-то в комплекте? Нет, ничего. Коробка от наушников. Кстати, давай посмотрим. Коробка это от него. Я попытаюсь включить. Но защитное стекло с какими-то стразами. Не, он чё-то не включается. Погоди я проверю совпадение. Коробка от него или нет? Совпадает. Да ладно. Охренеть, айфон ещё и с коробкой, ребят. Вот это топ. Вот это вообще кайф. Домой придём, проверим. Но это топовая находка. Очень редко такие попадаются. Повербанк как раз в комплект к айфону. О, блок питания ZTE. Но вот это, ребят, вот это пушка. Я в шоке. Вообще состояние офигенное. Серебряный браслет 920. Да ладно. Пробой. Где? Там проба точно. Серебро, ребят. Я посмотрю, пока этот экран целый нет. Ты ройся там дальше. А чё за блок питания? А, ноута. Оно тоже пригодится. Отклеивается. Да ладно, смотри. Экран вообще в идеале. Ты видишь? Ни одной царапины нет. Экран палёный вроде. Палёный? Как ты это понял? А, ну он какой-то, да. Палёный. Может не оригинальный. ХЗ похер. Включим, проверим. Кстати, она красивая такая цепочка. Так, ладно, я стекло это ещё приклею пока. Офигеть. Ребят, ну приду домой. Будем попробовать его включать. Кстати, да, медалей сколько, смотри. Вместе с айфоном вот столько медалей кто-то выкинул. Смотрите, третье место. Второе место в турнире по футболу. Второе место турнир по мини-футболу. Второе место. Вот ещё второе. Футбольное братство какое-то. Ещё медаль. День молодёжи ЦВЛ. Четырнадцатый год. Чемпион сезона. Четырнадцатый год. Вот сколько ещё. Ещё медаль. Сейчас айфон проверим. У тебя есть пауэрбанк с собой? Да. Давай. Ребят, прям на базе проверим. Показывает зарядку. Да, реально заряд показывает. О, значок Apple засветился. У него аккум сдохший по любасу. Почему ты так думаешь? Потому что он сразу включается. Это потому что аккум полностью умер у него. Нормально, ребят, нормально. Столько медалей, блин. Вы представляете, кто-то, да, всю жизнь к ним шёл, там, добивался. А я просто в помоечку занырнул с Димоном. И всё, и мы уже на медалях с айфоном. Ну, Москва реально радует и балует. Нормальные тут находки, ребят. Я, конечно, думал, что тут будет примерно как в Питере. Но тут дела обстоят получше. Так, ладно, посмотрим, что тут ещё есть. Вот двор этот богатый. Мы сюда уже не первый раз приходим. И постоянно тут что-то есть. Ну, короче, ребят, он не включается нифига. Он дохлый. Во. Да он... Его надо подольше поставить на зарядке. Кто-то всю жизнь к ним шёл, а в итоге мы за пару минут их нашли. Ну, нормально, ребят. Попозже покажу, заработает айфон или нет. Но вот, видите, чувачок к нам подошёл. Сейчас нуждающийся медали попросил ему дать. Мы ему отдали, потому что нам они нахер не нужны. Были бы они реально золотые с пробами, медали эти, да? То мы бы не отдали бы, конечно. Так, ну идём дальше. Вот такие тут в округе дома высокие. Вот дома как в Дубае, похожие. Ну, короче, неплохой райончик. Кормилица. Детя сладенькая. О, это Новый год был. Ну и закончился. Выкинули Новый год в помойку. Потому что все загадывали в этом Новом году много желаний. И я тоже загадывал. Во-первых, развитие контента, да. Я хотел выходить в ТикТок, который сейчас заблокировали. Я хотел в этом году 2 миллиона подписчиков. Больше просмотров. Но писюн мне на воротник. Опа, Диор. Дай посмотрю. Да я ж тебе отдам. Охренеть, ребят. Всё нашёл Димон. Диор. Так пахнет Диор. Я знаю точно, что он. Диор. Нифига. А где ты это там достал? Рассыпано оно? Рассыпанный вынос. Охренеть это какие, блин. Вот серёжки топовые, ребят. Такие изумруды какие-то. Офигеть. Вы посмотрите, какие серьги топовые. Это прям шикарные такие королевские. Королевские серёжки. Это чисто Moscow Style. Тут, наверное, все любят вот такое. Это на серебро. Цвет серебра, кстати. И часики, ребят. Вы посмотрите на эти часики Диор. Но это по-любому не оригинал. Сзади там надписи такие, как на часах с рынка. Вот это тоже может серебро быть. Вот там проба 925. Короче, ребята, аккум здесь сдохший в этом телефоне. Придётся его продавать на запчасти или менять аккумулятор. И смотреть, есть ли в нём iCloud. Потому что если есть iCloud, то его купят за полторы тысячи рублей. А если iCloud нет, то уже тысяч за пять можно продать. Или за четыре с половиной. Хотя сейчас цены выросли. Я думаю, за пятёрку продать можно. Но нужно сначала поменять аккумулятор и увидеть, есть iCloud или нет. Короче, в будущем, не знаю, когда руки дойдут. Но попытаемся его реанимировать и уже узнать. Есть iCloud? Нет. Продадим? Нет. Так что следите за каналом, ребятушки. А мы в Москве идём на следующую помоечку. Ещё кормилица. И ещё, и ещё. Хлеба. Пока не настали такие времена, чтобы я хлеба собирал. Ребятушки. Ребятушки. Надеюсь, не настанут. Что? Да ну нахуй! Да ну. Дай. Там фонарь может лежать. Охренеть. Car Online, интернет-сервис. Чё-то тяжёлое. Офигеть, тут сколько блоков питания. О, для вейпа зарядочка. Чё за чехольчик? О, топовый это. Может, для кого-то ножа. Там ещё для вейпа. Ещё столько зарядок. Это чё, вейп-шоп какой-то закрылся? Тут одни зарядки, по сути, для вейпов. Давай забираем это. Зарядки для вейпов, да, берём. А это вообще скрытое. Ну, нафиг нам скрытую. Целые берём. Так, здесь уже три, четыре, пять, шесть. Шесть зарядок уже для вейпов. Вот ещё какой-то блок питания. Для чего он? На сколько вольт? Пять вольт, два ампера. Ну, может, пригодится. Хотя, не, нафиг он нужен. Чисто для вейпов возьмём. У нас этих блоков питания в гараже хватает. А вот такие зарядочки для вейпа, особенно новые, это всегда нам надо. О, нифига. Чё это такое? Прикольное какое-то. Я в гараж такую забрал. Ребят, ещё вот какая-то картина. И ещё пару картин. Это реально с кого-то магазина картины такие прикольные вообще. Вайбовые. Ой-ёй-ёй, Дима. Только взрослые поймут, для чего вот это надо. Эх, развратная Москва. Большие креветки, ребёнки, креветочки. Сейчас поем. И тут ещё картошечка так, мягкая. Ну да. И креветки. О, картошечка по-селянски. Тоже мягенькая. Вот это сейчас перекушу. Настали тяжёлые времена. И пора есть креветки с помоечки. И картошечку по-деревенски. Ну, начну с креветок. Я думаю, это будет повкуснее. М-м-м, пахнет. М-м, очень хрустят. Не хватает соуса. Они свежайшие. Дим, будешь? Нет. Зря. Креветки дорогие. У нас помойки бесплатно. Это радует. Картошечка. М-м-м. М-м, картошкой пахнет. М-м, дай-ка я попробую креветки всё-таки измогнутся. А я не дам. Иди, присуй нахуй по бороде же. Куда? Ну, ладно, ладно. Так, быстро делаю обзор на Димона, пока он ест одну креветку с помойки. Так, одет он вот такую толстовку. Штаны в изи-бусты с помоечки. Откуда одежда? В шакрами трусов и носков с помойки. Грамотно. На мне, собственно, тоже так. Куртка с помойки. Толстовка с помойки. Рюкзак с помойки. А вы как думали, ребятки, обувь с помоечки московской? Да. О, кормилица. О, нифига. Тортик. Тортики опасные, да. Но можно вот так положить для бомжей. Вкусняшка. Тортик. Может, у какого-то бомжа днюха, и он такой ходит, грустит, а тут бам, и тортик на помойке стоит. О, одноразочка. Какой голяк. Это ошкуди. Да ну нахер. Что? Нормально, я порылся. Он там был, в этом пакете? Охренеть, айпадик битый. Да, вот это то, что он битый, это, конечно, херово. Но, ребята-то, айпад. Мы сегодня, блин, айфон нашли. Тут еще, еще одна техника. Apple. Айпад. А где мини написано? Не написано. А, ты знаешь? А, я хз. Он вроде старый. Чехол такой у него вообще бомжатский. Но, интересно, работает, нет? Насколько он гигов не написан? Сейчас проверим, да? Давай. Да ну. Работает, ребят. Ну, это балдеж. Надеюсь, в нем нет iCloud. Будем молиться. И что там? Ну, погнали. Сим-карта не вставлена. Сенсор не работает? Походу сейчас узнаем. А, нер. Да ну. Чувак, я уже, ну, я не мог поверить в это. Он пустой, ребят. Вообще нет iCloud. То есть он чистый. Им можно пользоваться. Заходить в iCloud. Все, что угодно скачивать. Посмотри память. Насколько память? Сеть, мегафон. Стоп, чувак. В нем сим-карта стоит или что? Оператор, смотри, мегафон. Нет сим-карты. Нет сим-карты. Сколько? Сколько? 64 гигабайта вообще. 64 гигабайта. Написывай 56. Это 64 айпад. Так, проверим камеру. Вообще камера, камера работает. Кнопка тоже это работает. Safari. Может кто-то тут в браузере сидел? Избранное. Нет, ничего нет. По истории. Там сразу так вот история. История чистая. О, просит подключиться к Wi-Fi. Значит у него работает Wi-Fi этот модем. Заметки может. Что, вообще он пустой? Капец, ну хоть что-то бы могли поставить нам. Чтобы понимать, кто его выкинул-то вообще. Капец, я бы ни за что в жизни такую вещь не выкинул. Заметки я смотрел, напоминания тоже. А не, вот. Харух, 1991 год. Хуснора, 15 год. Хаснура. Фарух. То есть это, ребят, видимо, это имена вроде бы не русские. Фарух и Хуснора. Типа какие-то заметки. Просят зайти в iMessage. Да, он пустой вообще, ребят. Нормально. Это, короче, можно его в сюрприз бокс положить. Вип сюрприз бокс. Так что, ребят, кто хочет заказать сюрприз бокс с помоечки, ссылка на мою группу в ВК в описании. Вам нужно перейти в группу и написать сообщение в группу. Такая находка только в вип сюрприз бокс. Потому что это пушка. Такое забираем. Нормально так. Техника Apple у нас поперла. До этого только секс-игрушки были. Но вчера силиконовая баба была. О, кормилица. О, там самокат офигенный. Электро. О, там что-то торчит из пакета. Ствол или что, их приклад. Это был отвлекающий маневр, чтобы залутать эти шмотки. А Дима, блин, все понял. Да, все драное какое-то. Все, шляпа одна женская. Это юбка. О, сколько мы их находили уже штук. Мультиварка шляпная Redmond. Даже алюминиевой чаши нет внутри. Пусть остается. Вот так поставим, кому надо заберут. Это что за телефон? А, это вот так вот коллекционный он. Только он в краске какой-то. Такие тысяч по 7 стоят минимум. А вообще, я видел, есть такие золотые, они по 60 тысяч там стоят. Но только оригинальные. Этот вроде оригинальный, только он в краске. Краску можно растворителем отмыть и все. Блин, подскажите модель в комментариях. Не помню, но это какая-то легендарная прям. Да ты кушай, Дима. Я пороюсь. Не переживай. Очередная московская кормилица. Вижу уже крысиные норы вот здесь. Крысы живут. И запах тут соответствующий. Крысами пахнет. Опа, грейпфрутики. Опа, грейпфрутики. Люблю грейпфрутики. Тут как раз два грейпфрутика. Было б четыре, ведь нас четверо. Было б хорошо. Но вижу только два. Но ничего. Возьму два. Рыбку брать не буду. Рыбка эта может вызвать тяжелое отравление. О, коробка от телефона, нет? Да. От Redmi. Mi E бренд. Redmi 9. Бюджетный. Ну ничего не оставили, блин. Даже наушников. Ну ничего, ребят, ничего. Я держу хвост пистолетом. Рассчитываю на лучшее. И походу мне подвернулась удача. Вот здесь что-то тяжелое. И чувствуется мне, что тут есть находки. Давайте глядеть. О, чуть-чуть макарон. Можно взять. Какое-то сердце. А, это самодельная тема. Нет, кому нафиг это надо? Это я не буду брать. Это не продать за нормальные бабки. Это никто не оценит. А вот это, прикинь, это что? Вот это подставка специально для этого тюбика? И там что-то есть. Lancome Paris. Да, берем. Это что-то дорогое, ребят. И подставка специально как будто для этого. Офигеть. Подставочка тоже прикольная. Но она тут битая вот здесь в углу. Насчет подставки подумаю. Вот это точно беру. Lancome Paris. О, сырок. Фитакса. Творить легко. Без растительных жиров. До 19 июня 22 года. Запечатанный, ребят. Непросроченный сыр. Да он дорогой, блин. Больше 100 рублей в магазине вот это стоит. Неплохо, неплохо. Ой, смотрите какой латуневый звоночек. Официанта, пожалуйста. Официанта мне на помоечку. Продать можно. Берем. Баночка для специй. Целая. Нифига какой зайчик прикольный. Хрустит он. Хрустит. Хрустевидный. А тут все закрыто под замками. Кормилицы прячут от нас. Пацаны, я сделал наш день. В смысле? Посмотри, просто болтчат его. А, утюг лежит, капец. Дворник припрятал. Да нафиг он нужен, если провод только на медь. Но утюги, ребят, это классика. О, сумочка. О, нифига себе, это штучки для массажа. Вот это балдеж, это я возьму. Кто-то мне сегодня массаж из вас будет делать. Коля. Коля, да, Колю попрошу. Это круглосные штучки вот так по спине водить. Помоечка дарит массаж. Ну, ребят, Дима решил утюг достать. Вот этой вот штукой, вот этой вот пластмассовой штучкой. Мне интересно, как же он утюг достанет? Ох, ребятки, а вот это сытная. Сытная и московская. Нифига, тут запасы на скол. Смотри, какая новая сумка. Давай, берем. Нифига топовая, ребят. Из Икеи сумка. О, это как раз тебе сейчас штаны. Они более-менее получше, чем вот эти вообще простреленные. Футболка? Мисс Универс. Давай сюда, это Коле подарим. Желаю. Носков парных можно набрать. Парные есть? Полотенце, смотри. Тоже можно взять. А чурков? А, тот черкаш какой-то из жопы. Вот коричневенький. О, да ладно? Красная цена. Зубная паста, ребят. Нам как раз сейчас нужна зубная паста. У нас чуть-чуть есть ее и все. По-моему, Кадари чистые зубы. О, покушать. Пыться. Пацаны, пыться. Свеженькая. Охренеть, какая крысиная голова. Какая пузатенькая крыска, ребят, из кормилицы. Из нее шарики сыпятся. Охренеть, смотри. Целая коробка пиццы свежая, она мягкая, хорошая. Я не знаю, с какого-то заведения кто-то, наверное, с собой взял, но не съел. Мягенькая, хорошенькая. Это нам покушать. Берем, помойчка кормит. Дарит сырники, пиццу. Покажи, что там. Показывай банковские карточки в огромном количестве. Банковские прям. А, нет, не только. Тут карты пятерочки есть. Красное, белое, магазин. О, чайник, заварничек битый. Ну что там, Дим? О, топовая находка, ребят. Ну это классика. Ой, а там что-то стихот. Ребят, жесть. Вот это набор. Опа, на. Дай, 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 дай. Тема, тема. Это берем, Коль. Это нам, это дядю-нядя, ребятки. Эти дядю-нядя. Вот это вот нядя. Вот эти нядя. Вот это топ. Охренеть. Дай, сфоткаю. Надо сториз в инстаграм залить с такими находками. Кстати, ссылка на мой инстаграм в описании. Там всегда топовые инсайды с помоечки. Информация, где я, что я там и так далее. О, хлеба. Запасы хлебов, булки. О, батарейка для весов. О, даже еще две. Сейчас весы проверим. Сейчас проверим. Батарейки должны быть заряжены. С помоечки всегда все заряжено. Вот, я же сказал. Светится. Сейчас они загрузятся. А тут кнопки нет включения. Это сброса. Давай проверим. Сейчас покажет. Сейчас покажет вес. Оно высчитывает. 78,5. Правильно, ребят. Ну, с учетом вещей. А так я вешу 74. Вот и полотенце пригодилось. Протру их сейчас. И будут как новые. Полетят на продажу ребятушки. В интернете продастся за 300. За 300, ребятки. 300. А может и за 400 даже. Дритститс телевизор. Дритститс телевизор. Ой, что-то тут скольцовато. Кормилица. Капец тут помоя. О, ракетки для этого тенниса. Но нам они не надо. Нифига в Москве вот так к бакам пристегивают вот такие штучки. Типа помечают, чтобы их не украли походу. Там он тоже одна висит. Ну да, бывает, что кормилицы воруют. Чтобы вздаивать их самостоятельно и полноценно. О, да ладно. Походу картоха. Что-то тяжелое. Пахнет тут вроде походу еда. Картошечка. О, картошечка. Ребятушечки. У нас сегодня будет жареная картошечка. Вот лучок на зажарку. Ля, ребят, ля, лук. О, еще картошечка. С ростками. Смотрите, тут, блин, целый набор. Лука много брать. Ну, в принципе, все возьмем. Картошечку, лук. Все возьмем на зажарочку. Вот еще картошечка. У нас сегодня будет жареная картошечка. Блин, сто лет не ел жареной картошки, кстати. Сыр Буратта. Сыр мягкий. Из вкус вилла. Дата изготовления 10 февраля. А срок годности какой? Срок годности 8 суток. Не, он просроченный, блин. Рюкзак. Не, он порванный. Там лямка порванная. Ой, не, он там с водой какой-то. Фу, и как он завонял этот сыр, жесть. Кто? Курочка. Курочка взрывоопасная. Не, 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 не. Вейп? Одноразочка, ребят. Заряжаем. Нормально берем. Заряжить ее можно. Нифига себе, кормилица интересная. Там одежда, ребят. И вот тут одежда какая-то. Так, женская одежда. О, тут сундук какой-то. Настольная лампа. А, без провода нафиг. Вот этот сундук берем. Нифига себе. Так это даже не сундук, а шкатулочка деревянная, ребят. Зацените какая. Ля, топовая. А у нас тут трубочки со сгущеночкой. Вот это интересно. Вот это беру. Камеру? Дай гляну. А, это веб-камера. 320 пи качество. О, еще. О, нифига себе. Зарядочка. Та тихо, не тяни, там все рассыпешь. Это от зубной щетки, походу. Type-C, ребят, Type-C. Это беспроводная зарядка для чего-то. Дырокол. Дай гляну. Дырокол. Да не, его не продать в интернете. Это такая фигня. Это расходник. А теперь уже из серии про гаджеты. Какие гаджеты? Зарядочка Apple. Зарядочка оригинальная, ребят, эпловская. И избишечка, нормально. О, ракамакофит чехольчик. О, кстати, Green Hill. Бинты. Нифига себе. Мне как раз пригодятся. Ребят, зарядки. Это для Mi-E бренда. Это для Mi-Band. Сосисочки. О, этот ремешок для часов. Чехольчик. Это же для Колинова, да? Груза. Это профессиональные такие груза лабораторные. Чувак, нет, это для компьютерной мышки. Для Logitech. G1, наверное. Это для нее грузики. Офигеть. Вот это берем. Сосисочки. Ну, они зацвели уже. О, а вон и часы выпали. Да, Mi-Band. Офигеть. Ребят, вот зарядки от чего были. Вот ремешок еще один. Вот зарядки. Пятый Mi-Band. А как их включать? Нифига себе. Ну, ребят, домой придем, проверим, покажу, работают или нет. Ну, это какие-то Mi-Band вообще интересные. Икра. Кольская, черная. Черная икорка. Фу, ну не, икру я точно не буду. Черная икра. Да, икра калтуса какого-то. Кольская. Вот, вам надо металл? Металл собирается? Да. Так, что здесь? Скакалка. О, вот это возьмем. Прыгать будем. Вот тут что-то тяжелое в этой коробке. О, ребятки. Мандариночки, мандариночки. Люблю мандаринки. Смотрите, они хорошие. Тупо хорошие мандаринки, не гнилые. Нифига себе. Какую мы селфи-палочку нашли. Йогуртик нашли. Дай гляну. Охренеть, ребят. Телефон. Разломанный хлам. Честно. Какой-то старый. О, Дим, прикинь, что нашел. Какая-то мега зажигалка. Я ее сломал. А нет. Там внутри ее можно заправлять. Это зажигалка. Нифига себе, ребят. Вот это прикол. Такую зажигалку я ни разу не видел. Вы нас не останавливаете. Слышишь? Я, кажется, понял, кто это выкинул. Мини-весы. Чуваки. Тут, видимо, наркоту производят. Вот этой горелкой что-то как-то делают все. Вот это что за кристаллики? Слышишь? Тут какие-то очень много кристалликов рассыпано. Рассыпано. Вот что это? Ой, такой стекло. Это от бешкерей. Открой эту штуку. А может и нет. Там оно рассыпано. Блин. Это эти выкинули наркоманы, походу. Вот здесь вот. Вот. Всякие пакеты. Смотри. Вот, смотри. Чувак, да это кухня. Это варили наркоту. Ну, не знаю, понюхай. Я не хочу даже. Вот эти кристаллы, это походу, походу, это, ну, вы поняли. Я не уверен, не знаю, не шарю. О, БМВ брелок. Надо на ключи. Ребят, капец, две крысы бегают. Вон, у них там норы в заборе. Вон, нифига себе. Вон. Криска, эй, вы тут как? Как вы? А как вы? Как вы? Вон, смотри, какая. Охренеть, у них тут норы. Капец. Вон. Криски. Да они выглядывают, да. Вон, бегают мелкие, большие. Им вообще пофиг на нас. Они нас чуть-чуть боятся, так слегка прячутся и всё. Ребят, зацените, какой здесь вид. Посмотрите, какой вид. Офигенный. Смотрите, там лёд и на льду КамАЗы ездят. Неужели лёд такой крепкий, что по нему можно ездить на КамАЗы? А остров это, да? Он может и остров, да, похоже на то. Криски, это вы как тут? У ребятушки кормилица. Вот она. Ну, такая, в принципе, неплохая, московская. Слегка сытная. Мы решили в вечернее время выйти, чтобы понять, во сколько тут самые лучшие находки бывают. Мне почему-то кажется, что вечером нам будет везти получше. Чё-то коробка какая-то тяжёлая. Дим. Что? Говорю, коробка. Я. Понятно. Ребят, ну, это уже не первый писюн, который я нашёл. Но капец. Он ещё и со смазочкой в комплекте. Дюрекс плейфил. Такой, не маленький. Охренеть. Он ещё и заряжается. Пульт, походу, у него в комплекте. А, вот тут кнопка. О, ребят, светится. Ребят, сейчас, походу, заработает. Не, нифига. Не вибрирует. О, завибрировал. Не, ну, ребят, ну, я в шоке, конечно. Ну, это классика. Чё тут сказать. Он завибрировал, но, по-моему, перестал. В принципе, не важно, ребят. Но я его брать не буду. Ну, нафиг он мне нужен. Я оставлю вот здесь каким-то женщинам, бомжихам. Будет им чем поразвлекаться. Вот так вот прям оставлю им. Топовая находка для кого-то будет. Так, ну, это такая, можно сказать, херовая помойка. Если тут такие находки. О, ни хера себе. Опять сувениры, блин. Фальшивки эти мне. Как уже насто пиздили. Когда я уже, блин, настоящие 100 баксов найду. Тем более, сейчас такой курс шумасшедший, что эти 100 баксов будут как целое состояние. О, ребятки, тут закрытые кормилицы под замком. Но для нас открыто. Открытые они для нас, эти кормилицы. Элитные. О, остаток бургера, ребят. Посмотрите, как его поели. Чисто по краям. Да и, блин, он ещё нормальный вроде, свежий. Его погреть и хавать можно. Оставлю бомжам. Если они в Москве и есть, конечно. О, кто-то успел в ЦУМ сходить. Закупиться. Перед его закрытием. А что в коробке? Баленсияга, ребят, была. Баленсияга. Кто-то успел урвать Баленсиягу. Да. И почём Баленсиягу эту купили? Размер 39. Панталеты какие-то. А какой ценник? Ладно, будем гадать. Думаю, эту Баленсиягу покупали тысяч за 50. Чё, пакетик возьмём сейчас для находок. Будем такие модные, супер топовые бомжи ходить с таким пакетом. А это что за коробка? О, Дольчегабанна. Да ты шо? О, смотрите. Тут чехольчики. Какая-то инструкция. Опа, а вот и шмотки. Там вынос хаты вообще валяется. Кошелёк. А вот это уже деду надо. А вот и Баленсияга. Это Баль, что ли? Халатик. Что за бренд? Мы уже стали настоящими московскими бомжами. Мы теперь одеваемся в ЦУМе. В Баленсиягу, ребят. И в Дольчегабану сейчас оденемся. Вот, Баленсиягу кладу в пакет от ЦУМа. И вообще можно идти на вот эту программу. Сколько стоит шмот и выделываться и говорить, что этот свитер стоит 200 тысяч рублей. Вот, ребят. Давай. Баленсиягу в коробку от Баленсияги. Можно так вот продать за 10 тысяч рублей или там за 50 тысяч рублей в интернете. Вместе с пакетом из ЦУМа. А что? Кто-то подумает, что реально. Покупали в ЦУМе, но нет. На помойке взяли бесплатно. Так, ну что же, ребятки. Я превращаюсь в настоящего мажора. Московского топового бомжа. ЦУМом с Баленсиягой. А? Тут тупо вынос. Вынос? С хата из Икеи. Это маховик поджопный. А вот это Умбра шапочка топовая. Вот это я возьму. Сейчас все бренды на вес золота. Ребят, Баленсияга Умбра у меня уже есть. Вот еще Кандибобер. Смотри-ка, что выкидывают, охренеть. Ну тогда давай, так. О, Плинтер, привет. Ой, какой миленький. Иди ко мне. Где сидя? Иди, сидя. Где вынос? Ой-ой-ой-ой, ребят. Да тут. Давай потихонечку, помаленечку. О, Adidas рюкзачок. Хуахухинг бренд, ребят. Хуахухинг бренд. Барсетка. Что? А второй есть? Вот кроссовок второй, где? Где Найк? Это мне надо. Это маховик жопный, не надо. Найки мне надо, ребят. Только вот я не пойму, а Рик 42 размер, это не мой. Ребят, погружаюсь. Тут сумка от ноутбука. Может тут вообще ноутбук лежит. Так, какой-то мяч. Тремпель, носки. Ноутбука нет. А сумка в целом целенькая, нормальная. Сумка хорошая. Для ноутбука, ребят. Слушайте, мне уже нравятся вечерние московские кормилицы. Тут уже так неплохо мы набрали. Так, смотрим, что еще есть. Опа. Мыльный кинжал. Мыльно-пузыльный. Мыльно-пузыльный кинжал. Оп. И погнали. USB-колонка в виде миньона. Охренеть, смотрите, сюда USB вставляется флешечка. Можно музычку навалить. Так, включаем. Ну, конечно же, она не включается. Но мы заберем. Это какая-то ржака. Ха-ха, прикол. Берем тортик. Ой, это вкусняшка. Какой аппетитный кусок. Кусочек хороший. Я хочу его. Я хочу его съесть. Отложу себе на потом. О, пузырики. Вот это, вот это тема. Так. А это что? Пальтишка? Нифига топовое. Какое здоровое. Нихера пальто огромное. Дим, охренеть, тут бушлатина. Это пальто вообще огромное, толстое. Такое тяжелое, пипец. Забирай. Российский, походу, какой-то бренд. Одевай на себя. Московское ПТШО Вымпел. О, померяешь? Опа. Вот это модный приговор уже. Но пальтишко зачетное. Такое денег стоит, капец, как много. Нормально. Но, Дима, ты прям вообще бомжевидным стал. Чисто классический бомж. Так. Опа. О, май, вы нас хаты. Пончик. Куда лезешь ты? Слышишь ты? Спокойно. Парень. Я тебе говорю, спокойно. Я сейчас буду разматывать за находки. Если я этот пакет первый взял, то и возьму эту коробку. И здесь. О, нифига. Сколько автоматов. Дим, зацени. Обалденная находка. Автоматы. Но они не новые. Но я думаю, они рабочие. Подумаем, брать их или нет. Мы просто берем все самое дорогое. О, нифига, у меня техника. Что у тебя? Нихера, сабвуфер? Охренеть, самсунговский. Мощненький. Хорошенький, большой, ребят, сабвуфер. Интересно. Утюг. Или это чайник, не пойму. Наверное, все-таки чайник. В принципе, какая разница? Так, а он вообще целый? Нет, тут пригары-то надо отмывать. А вот эта лампа. Куда заберем? Дома у нас есть лампы. Она стоит недорогая. Она тяжелая. Возьми ее в руку. Это не светодиодка, да. Ну, ребят, топовая лампа вообще. И утюг норм. И сабвуфер такой немаленький, хороший. Ребят, снял вот этот кожух сабвуфера. Судя по динамику, он не супер прям топовый этот сабвик. Но неплохой, неплохой. Но нам его тащить реально некуда. Просто, ну, я хочу брать все самое дорогое. Но этот сабвуфер за 500 рублей можно продать. Брать нам этот сабвуфер не резон. Некуда его тащить. И мы вообще далеко от дома находимся. Такси вызывать больше потратим, чем заработаем. Поэтому сабвуфер оставим. Может, кому надо, заберут. Также лампочку оставим вот здесь. Может, кому надо, заберут. Что у тебя там? Вынос хаты? Скидывай мне все на осмотр. Какой-то аудиокабель. Ну, прикольно. Шмотки. О, шмотки я бы хотел приодеться уже. Пора что-то новенькое найти. О, тут как раз я вижу что-то топовое. А, это детские штаны. Детские еще одни штаны. Неплохие, кстати, штаны. Хорошенькие. Денег нет в карманах. Вот это вроде вот в этом кармане что-то есть. Ну, ребят, капец, такие вещи хорошие выкидывают. Ну, неужели нельзя возле помойки хотя бы поставить их кому-то нуждается, возьмет. Поэтому вместо этих людей это сделаю я. Вот так все положу вот здесь. Вот здесь. И вот кому надо, пусть берут. Люди, как обычно, заедаются и не думают ни о ком, кроме себя. Полезные штучки для гаража. Уголочки, там всякие шурупчички. Ну, и еще автомат, блин. Что это? Косметика всякая. Что это? Это олова. Олова, ребят, нифига себе. Тяжелая там. Клен Лофф. Менструальная губка была. Как обидно, что ее там не оказалось. Мне как раз менструальная губка нужна. Я хотел всю жизнь ее найти, а ее там не оказалось. Помадка какая-то иерусалимская или какое-то там иероглифы. Чем она пахнет, эта помадка? Может, запах мне понравится. Это ж духи такие, ребят, в виде помадки. Вот так они мажутся. Ммм, прикольно. Мне нравится, как пахнет. Возьму, буду мазаться. Офигенный запах, ребят. Я не ожидал, думал, будет шляпа какая-то. Но пахнет офигенно. О, свежачка нам тут подкинули. Вынос из хаты? Ясно. Ну, лутайся. Так, а я откину эту капусту и буду искать что-то поценнее. Все-таки мы в Москве, ребят. Но на самом деле, пока мои ожидания не оправданы. Я тут ничего такого прям не нашел. Ну, конечно же, тут не стоит вот так тупо рассчитывать там на локацию. Тут все завязано на удаче. По большей части не особо важно, где ты роешься. Тут главное оказаться в правильном месте в правильное время. Да хоть секонд-хенд открываю. Уже этих шмоток столько, блин, на помойках перелопатил. Если бы у меня был бы свой секонд-хенд, я бы уже, блин, такие бабки бы делал. О, за веру царя и отечество. Там про войну, наверное, историю. О, чехольчик для айфончика. Вот это интересно. Айфон ищи. Теперь надо айфон найти. Чехол этот, пауэрбанк, для пятого вроде айфона. Четвертого. А, может, это четвертого. Может, это в пакетике. Крыса? О, какая толстенькая. По крысам можно понять, сытные кормилицы или нет. Если крыса толстая, то значит, она хорошо здесь питается. А как бы я тоже тут хорошо питался. Нифига себе. Посмотрите, что тут. Картошечка, вот. Шкурочки с яблочко. Это для крыс витаминки. Ну, крыс боятся на помойку не ходить. Нифига себе. Вот что они хотели похавать. Кроветки. Ребятки, лобстеров они хотели. Креветочки. Кину вот там, пусть едят. Заметил интересную рекламную вывеску, братва. Как вам такая реклама? Цветы, розы, тюльпаны. 80 рублей. Прям возле помойки. А, так это и есть мусорный бак вот такой вот. Рекламный мусорный бак. Охренеть. Вот это маркетинг. Опа. Тут какой-то интересный черный пакет такой стоит. Что это? Террариум? Прикинь, там улитка. Огромная. Прикинь, живая. А может, живая? Ребят, охренеть. Посмотрите, это террариум. И тут улитка. Наверное, она просто старая уже и на покой отправилась. Кроме вот этого гриба и осетинской улитки ничего не нашли.